Привет, друзья! Рада, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Юлия Рябинина, и я в Турции, а если быть точнее, то в городе Мерсине. С балкона моего отеля открывается прелестный вид на набережную, на пляжную полосу этого города с высокими домами, красивыми, с белыми воздушными сетей, пальмами и прочими красотами. Что меня сюда занесло? В общем, решила я здесь купить квартиру. В итоге я ее не купила, и виной тому вот этот договор. Это договор застройщика на покупку квартиры. Он состоит, ну мы не будем считать первое, из раз-два-двух листов. Половина листов на турецком, половина на русском. То бишь договор на покупку квартиры состоит из одного листа. К этому договору более подробно я вернусь в конце моего детективного сериала о том, как я покупала квартиру в Турции. Поэтому, если вы тоже задумываетесь об этом, ну или даже думаете об аренде, о жизни в Мерсине, я вам советую подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самое важное. От родителей мне досталась двухкомнатная квартира в небольшом подмосковном городе Дедовский. Такая хрущевка 60-х годов, распашонка маленькая. В общем, я ее продала, но тут случилась Украина. Сначала доллар рванул вверх, потом рухнул вниз. Я по очень выгодному курсу успела обменять, и у меня на руках оказалось много, ну с моей точки зрения, много долларов. Я подумала, куда бы их так припарковать. И что-то вдруг решила, а не купить ли мне квартиру в Турции. В пользу Турции сыграло несколько аргументов. Во-первых, здесь недорогая недвижимость, Турция пока еще дружественная Россия страна, есть прямые перелеты, работает карта Мир, в некоторых турецких банках можно открыть рублевые счета, солнце, море и недорогая жизнь. Глубоко погрузившись в эту тему, я остановила свой выбор на городе Мерсине. Почему, собственно, на нем? Да потому что здесь божественно красивая набережная. Ну, конечно, не только набережный привлек меня город Мерсин, в его пользу сыграло несколько аргументов. Так же, как и Анталия, ну, Алания в меньшей степени, Мерсин – это крупный большой город на Средиземном море. Но, в отличие от Алании и Анталии, он не туристический, но, судя по тому, что здесь происходит, серьезно намеренным стать. В конце 2022 года здесь построят аэропорт, сейчас приходится ездить с аэропорта Аданы, это где-то около 90 километров. И, в общем, само собой поток туристов сюда рванет. Замечу, что аэропорт будет международным. Вот, к тому же в Мерсине идет огромное строительство, особенно на окраине Мерсина, в районе Теджа. Там, кстати, очень много русских покупают квартиры. Там строят новые сеты, это такие комплексы жилищные, очень большие, комфортные, с большой территорией, с хорошей инфраструктурой, с ландшафтным дизайном, бассейном, баней, фитнес-залом, в общем, много всего. И довольно хорошие квартиры, просторные, с большими балконами и даже газифицированные. Что для Турции, в общем, не так актуально, как для России. Здесь, особенно в Южном Мерсине, всего лишь два месяца зимы, но все равно, в общем, неплохой бонус. И стоимость этих квартир намного ниже, чем стоимость квартир в той же Алане и Анталье. Когда я изучала рынок квартир в Мерсине где-то в феврале 2022 года, то квартира в Тедже, там на первой и второй линии береговой, стоила около 40 тысяч евро. Потом случился какой-то хайп, цены на квартиру во всей Турции поднялись, просто ворванули вверх. И та же самая квартира стала стоить около 60 тысяч евро. Но все равно квартира в Мерсине была намного дешевле, чем квартира в Анталии и Алане. Там ценник начинался со 100 тысяч евро. Поэтому все-таки Мерсин оставался, ну скажем, более дешевой альтернативой. И в общем, вот собрав кучу все эти аргументы, я собрала чемодан и поехала в город Мерсин. Слышите, это голубь кричит. Здесь, кстати, нет чаяка, а есть голуби. Как же я изучала недвижимость города Мерсин и всякие нюансы местного рынка. С моей точки зрения, наиболее объективная и правдивая информация собрана в тематических телеграм-каналах. Еще много всего полезного можно узнать у ютуб-блогеров, которые живут в Мерсе и не рассказывают об этом. Но хочу заметить, что все ютуб-блогеры, ну практически все, которых я смотрела, это точно, они все сотрудничают с релторскими агентствами. И хотя они будут вас уверять, некоторые из них будут уверять, что мы вообще ничего не продаем, ничего не получаем, просто очень хочется помочь нашим соотечественникам, не верьте этому, они получают свои комиссии с покупки квартиры. Но я в этом ничего плохого не вижу, то есть я сама как ютуб-блогер понимаю, что это тяжелейший труд, и он должен оплачиваться. Просто как бы надо говорить правду, я продаю квартиру, и я из этого имею какую-то выгоду. Но в любом случае ютуб-блогеры дают много полезных, много нужной информации, я ее была очень довольна. Еще есть такой местный турецкий авито, называется Сахибинден, там выкладываются объявления о продаже квартир, в основном выкладывают турецкие агентства недвижимости, но сейчас с помощью гугл-переводчика вы можете написать по-турецки и получить всю необходимую информацию. Еще от многих ютуб-блогеров я слышала про то, что русские агентства берут больше, чем турецкие. Но дело в том, что сейчас попробую отличить, какой из них русская, какой турецкая, потому что в основном все агентства держат турки и нанимают русскоговорящих сотрудников, так как наплыв покупателей из России в последние несколько месяцев огромный, и они таким образом закрывают эту нишу. Поэтому, в общем, вот эти три ресурса, ютуб-канал, телеграм-канал и сайт Сахибинден, я бы рекомендовала ими пользоваться. Ссылки на эти ресурсы я дам в описании под видео, так что пользуйтесь с удовольствием. Как я уже сказала ранее, у Мерсина нет своего аэропорта, надо лететь до Доны, там около 90 километров добираться до Мерсина. Добираться можно автобусом, такси, либо заказать трансфер. Я пользовалась трансфером. Делюсь своим лайфхаком, как сэкономить на трансфере. Все риелторские агентства предлагают свой трансфер в надежде на то, и такой бонус на то, что вы купите у них квартиру. Я ехала за 700 лир, и если бы я купила квартиру этого агентства, то эти бы 700 лир вычли из-за стоимости квартиры. Я не купила у них квартиру, зато выиграла на более дешевом трансфере. Насколько я знаю, вот если бы ехала я по счетчику на такси, то это обошлось бы мне минимум в 1000 лир, а я доехала за 700 лир. Но я знаю, что некоторые агентства предлагают и 500 лир. Поэтому пользуйтесь моим лайфхаком, и в благодарность можете поставить мне лайк. Это бесплатный эквивалент слову «спасибо». Я хотела совместить покупку квартиру в Мерсине с отдыхом на море, поэтому выбирала отель на первой пляжной линии со своим пляжем. И в итоге я нашла всего лишь один единственный отель. Вот этот отель «Сахил Марти» 4 звезды в Мерсине, где я остановилась. Один из немногих отелей, который находится на первой береговой линии, рядом со знаменитым пляжем Соли, или Соли, по-моему, правильно называется. И сейчас я вам покажу, проведу небольшую экскурсию по отелю и покажу вам еще свою комнату. Вот смотрите, это лобби. И вот такое лобби. Рецепция. Очень-очень доброжелательные люди там работают. Мы идем дальше. Смотрим, смотрите, вот здесь такие у нас кресла. Бархатные кресла. И сразу из лобби мы выходим в столовую. Здесь убираются. Сейчас я вам покажу столовую. Hello. Вот такая просторная, большая столовая. У меня завтрак включен, а можно отдельно здесь и обедать, и ужинать. И самое интересное. Посмотрите, какая красота. Вот мы выходим на такую площадку. Я так понимаю, здесь устраиваются какие-то концерты. Эти белые воздушные шары. Вот не знаю для чего. Это, видимо, для ужина. Здесь, наверное, ужин проводят. Но узнаем. Вот. И вы попадаете на пляж. Сейчас посмотрим пляж. И вот у отеля свой приватный личный пляж, что, в общем, для Мерсина не характерно. Это не туристический город, здесь общий пляж. А где-то пляжа вообще нет, только хорошая набережная. И вот такой красивый пляж. Вот мой номер. Я уже здесь разместилась. Вот обувь. И вот так он выглядит. Это у нас шкаф. Большая двуспальная кровать. Как всегда, холодильник весь забитый напитками платными, естественно. Здесь стульчики. И, конечно, офигительный вид из окна, хочу сказать. Вот это главное достоинство. Посмотрите. Вот такая красота у меня открывается. С балкона я живу на четвёртом этаже, на последнем. А там вдали тянется пляжная полоса. Вообще город красивый. Мне он очень нравится. Сейчас давайте посмотрим ещё, что здесь есть. Знаете, чем-то похож на Майами. Такие многоэтажки стоят нам вдоль береговой полосы. Так. Отель, честно говоря, 4 звезды, но давно не делался ремонт. Посмотрите, какие ручки. Посмотрите, какой якобы подоконник. Сейчас покажу вам санузел. Санузел неплохой, сразу говорю. Сейчас я включу свет. Вот. Вот такой санузел. Довольно просторный. Сейчас покажу побольше. Стоимость суток в этом отеле, перевести на рубли, около 3000 рублей. А в эту стоимость ходит только завтрак. Онклюзива здесь нет. Я напоминаю, что Мерсин город нетуристический. И найти здесь отель на первой линии со своим пляжем, да ещё онклюзив, просто нереально. Можно снять апарт-отель тоже недалеко от моря, но он стоит приблизительно столько же, сколько и мой отель. Ещё дешевле можно снять апартаменты в самом центре Мерсина, но там, к сожалению, в шаговой доступности не будет пляжей. Что касается посуточной аренды апартаментов. Их можно найти в том же моём любимом Сахибиндене, либо бросить объявления в тематические группы в телеграм-каналах, и наверняка вам предложат какой-то подходящий вариант. Голос у меня сел здесь, поэтому чем больше говорю, тем сложнее. Ну ладно, попробуем дальше. Итак, перед поездкой в Мерсин, изучив всё глубоко, послушав ютуб-блогеров, почитав телеграм-каналы и много-много чего ещё почитав, я составила довольно подробный перечень требований к своей квартире. Итак, мои требования. Квартира 1 плюс 1, либо 2 плюс 1, открыто ВНЖ, дом не дальше 500 метров от набережной и пляжей обязательно. Квартира должна быть видовой, должен открываться вид на море, в ней должен быть газ, генератор, лифт, и квартира должна уложиться в бюджет 60 тысяч евро. Хочу сказать, что в течение двух недель, пока я искала квартиру, мои требования к ней менялись три раза. И, в общем-то, это нормально. И ещё один мой совет – не покупайте квартиры онлайн, потому что тут вопрос не о том, что вас не обманут, не обманут, а о том, что вы можете купить то, что вам не по вкусу. Ну, приведу себя в качестве примера. Я очень хотела район Соли, это пляж Соли, на котором я сейчас сижу, ну, практически, с балкона моего открывается вид на этот пляж. В общем, мне очень хотелось купить квартиру рядом с пляжем Соли или Соли, Соли, наверное. Но оказалось, что вот первая береговая линия занята старыми Сите, им уже 20-25 лет. И, в общем, так как я всё-таки рассматривал квартиру как инвестицию, то мне нужны были более-менее новые дома. Поэтому Соли у меня автоматически отпала. Ну, практически на следующий день после приезда в… А, даже не при следующий, а в этот же день по приезду в Мерсин агентство Нора, которое встретило меня в аэропорту, решило мне сделать обзор города. Друзья мои, снова с вами канал «Что-то я засиделась», Юлия Рябинина, и я сейчас еду на огромную экскурсию по городу Мерсин. И меня сопровождают мои новые знакомые из риелторского агентства Нора Эмлак. Сейчас я могу познакомиться с этой девушкой, которая за мной. Нора Эмлак, и, в общем, мы будем знакомиться с Мерсиным. Знакомлю вас с остальными, моими новыми знакомыми. Рифат, он продюсер ютуба и снимает для… Владелец. А, владелец даже. Ну, вот сейчас расскажи, Рифат, чтобы я… Кто ты такой? Как вы уже сказали, практически продюсер, да? Но продюсер не ютуба, конечно, как Бактыгуль сказала, а работал со многими блогерами. Правда, из кулинарной сферы они были. Куда мы едем, это уже лучше расскажет Бактыгуль. И я сам сейчас на шоке. Так, это Гуляра Бла. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятногоя. С директором Мерсиным кré是什麼. Наталья. Ну и мы выходим из Мерсиным, красивым городу. У нас сегодня мы приглашаем 是пильский город. Наталья. С директорами будет шоколад. Наталья. Бактыгуль. Вот как раз это первый человек, который меня встретил в Мерсине. Да, добрый день, меня зовут Бактыгуль. В Мерсине я живу уже около двух лет. Сама я из Кыргызстана. И вот уже недавно начала заниматься продажей недвижимости в городе Мерсин. Бактыгуль что сказала? Гюлеш, правильно? Да, Гулер Ханым. Ей нравится, чтобы ее звали Гулер Ханым, потому что Гулер Ханым это уважительное обращение в Турции. И она сказала, добро пожаловать в Турцию. Сегодня я вам покажу город Мерсин, покажу вам прекрасные места. Я очень надеюсь, что время, проведенное со мной, с Рифатом, с Бактыгуль, вам очень понравится. Я очень надеюсь, да. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте, вообще делитесь. Да, всем нам очень понравится. И вы останетесь очень довольными сегодняшней экскурсией. Город они мне так и не показали. Потом я увидела его сама, потому что они почему-то решили меня сразу повезти в какой-то крутой сете в районе Теджи, там с пальмами, ландшафтным дизайном, с бассейнами и прочими-прочими плюшечками. И стоимость этой квартир совершенно не укладывалась в свой бюджет. Но я хочу сказать, что это такой верный психологический ход, потому что я сама потом на него поймалась. Иногда риэлторы показывают вам квартиры дороже, чем вы себе можете позволить, по крайней мере того бюджета, который вы им заявили. Но иногда ты так влюбляешься в квартиру, в место, что ты готов выйти немножечко, а может быть, и множечко за рамки этого бюджета. Впоследствии это случилось и со мной. Я готова была выйти за рамки этого бюджета. Поэтому не обижайтесь на риэлторов, если они вас возят в дорогие квартиры. Это такая, что называется, психологическая проба, тестирование. То можешь ты потратиться больше на свою мечту, либо не можешь. Но если у вас, в самом деле, очень ограничен бюджет, просто скажите риэлтору, что вот железобетонный у меня такой бюджет, и больше мне ничего не предлагайте. Риэлторы, люди умные, они вам больше ничего подобного предлагать не будут. А теперь прикоснемся к роскошной жизни в роскошном сетеом моря. Первое, что мы видим, это, конечно, очень зеленая территория с беседками, где можно разговаривать, завтракать, играть в шахматы, в шашки, в нарды. А вот и сам дом. Один из высоких домов. А сколько здесь этажей? Здесь 13 или 14 этажей. Квартиры здесь планировки 2 плюс 1, 3 плюс 1 с хорошим таким балконом. Буквально с каждой квартиры есть вид на море, также вид на горы. Один из таких хороших топовых комплексов в Тедже, где квартиры стартуют от 100 тысяч евро. В Мерсине сейчас открыли уже все бассейны, наполнили водой. У школьников каникулы. А далеко этот дом от моря находится? Нет, совсем недалеко. Есть вот такой вот аквапарк еще. Посмотрите, тут для детей раздулье. Есть детский бассейн и взрослый бассейн. В таком комплексе Айдат стоит около 300-350 лир. Все зависит от того, насколько комплекс большой. Если комплекс очень большой, Айдат будет дешевле, потому что он разделяется на количество квартир. Плюс надо учитывать тот момент, когда бассейн открыт, Айдат бывает чуть выше. И когда бассейны закрыты, то есть вне сезона, это зимнее время, Айдат бывает дешевле. Пройдемте, посмотрим парадную. Ну вот 350 в районе 2000 рублей в месяц. В общем, опять же, я все сужу по Москве, мне сложно сказать, как в других городах. Но это смешные деньги, потому что я за свою квартиру без всякого Айдата плачу около 5000. Обычная двухкомнатная квартира. Пройдемте, посмотрим. Это один из комплексов, где есть хамам. А, это прямо в самом доме есть хамам. Да. Вот вы знаете, в хамаме почему-то, я привыкла, что в хамаме плитка такая, мозаика, а здесь цельный камень. И вообще хочу сказать, что для женщины хамам самая лучшая баня. Потому что она не сжет, она дает хорошую влажность. А вот здесь женщина лежит. Женщины лежат и наслаждаются. Им делают пенный массаж. Красивые мужчины. Ладно, я размечталась, пойдемте смотреть квартиры. Ладно, посмотрите, лифт. И посмотрите, как у меня платье красивое. Впечатление от лифта. Лифт вообще, это как будто, ты знаешь, это дорога, это подъем к роскошной новой жизни. А это новенькая совсем. Давайте рассказывать. Это вы расскажите сначала ваши впечатления. Как вам? Как мне? Что первое бросается? Первое бросается в голоса большой вестибюля кухня. Ну, скажу, что вид не самый лучший. Я просто очень люблю, что... А, море! Вру! Вид классный, там есть море. Здесь у нас терраска. А терраска, как она? Я так понимаю, что в этой квартире несколько балконов. Вот. О, ребята, поля. Выйду. Куда там я выйду? Я по-русски не знаю. Ну, вы знаете, вот поля, рожь, пшеница. Лимоны, кажется. Вот, лимонные поля. В какой-то веке? Ну, вот это... Оливковые поля. А, а вот там теплица с бананами. Кстати, Мерсин, по-моему, первое место занимает по количеству производства бананов, да? По объему производства бананов. Также у нас есть здесь вид на комплекс. Ребята, кто не боится высоты? Смотрите. В всех новых квартирах в Турции, они сдаются вот с такими встроенными шкафами. Дизайн может быть разный, но шкаф для одежды и для обуви. Обязательно есть гостевой санузел Аллатурка. Детская комната. Это у нас 2 плюс 1 получается, да? Это 3 плюс 1. А, 3 плюс 1. А, еще один гостевой санузел с душевой кабиной. А, Батыгюль, скажите, а не принято в Турции ванну ставить, да? Я смотрю, все везде душевые кабины. Ванна очень редкая. А почему? Это просто традиция или там связанность с экономией горячей воды? Скорее всего, у турков нету привычки пользоваться ванной. Эта квартира у нас с гардеробной. Мечта всех женщин. Вот, ребята, после того, как вы отдохнули от отдыха, вы пришли в гардеробную и что-нибудь красивее на себя надели. А там даже, это что, запасной вход какой-то? Да, это пожарный выход, который открывается только изнутри. Кстати, с гардеробной пожарный выход. В общем, если случится пожар, будете побегать из гардеробной. Это у нас получается, а, ну, спальня, да. Это у нас мастер спальня. Здесь есть еще один санузел. То есть, в итоге, сколько мы насчитали санузлов? Три, по-моему, да? Три. Три санузла мы насчитали. Да. Еще одна спальня со своим балконом. А, это уже третья комната получается? Да. А, да, с таким, ну, поменьше балкончик. Это технический балкончик, куда в основном ставятся моторы от кондиционеров. А вон выход из права, да и хрон. А, ну да, вот это выход для кондиционера. А дом газифицирован? Дом газифицирован. А вот, кстати, покажите, как можно распознать, что дом газифицирован? По вот таким вот трубам, которые проведены. То есть, это трубы газовые. Вот если вам говорят, что дом газифицирован, ну, всякие люди бывают и плохие, то вы должны эти трубы видеть, да. Трубы вот такие возле входа для счетчиков от газа. Ну, то есть, получается, новый жилец приходит и сам уже устанавливает, вызывает газовую службу, они устанавливают все необходимое оборудование, да, и газ попадает в квартиру. Ну, раз уж заговорили мы о газе, считали вообще, ну, я понимаю, что это все относительно, вот насколько дешевле отапливаться газом, чем там разными способами электрическими? Ну, во-первых, у меня вот квартира 3 плюс 1 с газом проведенным, и у нас в месяц, в зимний период выходило около 1000-1200 лир. Вот, с газом намного комфортнее, в плане того, что теплота в доме держится намного дольше, чем какое-либо другое отопление. То же самое, если кондиционер брать, особенно, когда у вас большая квартира. Если квартира 1 плюс 1, то там не обязательно, чтобы был газ, вот, потому что квартиры 1 плюс 1 в основном небольшие, около 50 квадратных метров, и они достаточно легко отапливаются. Ну, а если говорить простым языком, я не знаю в этих цифрах, что да как, ну, как я уже говорил ранее, я жил в этом доме, и можно, конечно, отапливаться климатом. Климат-кондиционером. Ну, кондиционером, да. Но, представьте, зима, вы встаете утром и идете в душ. И у вас эта комната, там ведь все в керамограните, там жутко холодно. И даже если у тебя там есть маленький водонагреватель, да, вода горячая, но, я думаю, не надо объяснять это чувство, когда ты утром из теплой постели встаешь, и дикий холод, а клима у вас, получается, нагревает только вашу комнату. Он не нагревает коридор, не нагревает санузел, душевую. И мы плюс посуду вы будете мыть холодной водой круглый год. Ну, вот поэтому я тоже... Хочешь раскошелиться и комбий поставить, и полный комфорт круглый год. И вот на самом интересном месте у меня заканчивается флешка. Все, кто знаком с бытом и трудностями жизни YouTube-блогера, они знают, что у нас на самом интересном месте заканчиваются флешки, садятся аккумуляторы, мы забываем аккумуляторы, мы забываем батарейки. Ну, в общем, для этого есть спасительный гаджет, он называется мобильный телефон. Поэтому все остальное я снимала уже на мобильный телефон. Так вот, после осмотра роскошных апартаментов, мои новые знакомые повезли меня в секретное место, которое знают только турки, и в этом месте готовят самый вкусный лахмуджун. Для тех, кто не в курсе, это турецкая пицца. Друзья мои, я нахожусь в шикарном месте. Это провинция Мерсин, поселок Томюк, и здесь находятся рестораны, где готовят настоящую турецкую пиццу. Вот, но помимо пиццы, которые покажу позже, посмотрите, какая красота. Это водопад с речкой. И вот, посмотрите, мы видим, здесь сидят люди. Сейчас я вам покажу другой водопад. Вот сидят мои коллеги, мои новые знакомые. Привет, привет! И вот такую красоту мы видим за моей стеной. Посмотрите. Вау! Ай, это супер просто! Мастер-класс, как есть турецкую пиццу. Сначала, сначала, видим, видим, мы поливаем ее лимоном. Лимоном поливаем. Все, да? Потом зелень. Потом зелень кладем. А потом... Слушайте, я больше не могу, я хочу жрать. Да, а, лепешку. Мастер-класс, я готовить вам? Да, давайте. Вот так заворачиваем гром. И завидуйте мне всем! Очень вкусно! Это похоже немножко на такой жареный лаваш с начинкой. Вкусно! Ребят, смотрите, как готовят лахмуджин. Достается из печи, тонкое тесто и снова в печи. Сейчас еще покажется. О! Такие палки интересные взглянули. Вообще приезжайте сюда. А это вот делают тесто. Тонкое-тонкое. Посмотрите, как вы маленькие. Сейчас получится такая длинная лисопа. Потрясающе. О, кладется начинка. И сейчас вся эта красота отправится в печи. О, какая балка! Опа! Слушайте, ребята, у меня все развалилось в одну кулу. А он так подхватил, как девушку затавил. Опа-на! Вот, ребята, учитесь. Кстати, если вы захотите посетить это кафе, то ссылку на него, геометку, вернее, я оставлю в описании. Ну, на этом первая серия моего познавательно-развлекательного сериала с элементами детектива заканчивается. А в следующей серии вы увидите вот что. В общем, сегодня мы едем смотреть квартиру для меня. В Турции принято снимать обувь султана и его гейши. Ой! Здесь очень красивая территория, такие интересные беседки. Вид вообще классный. Сидишь и медитируешь. Когда железная дверь открыта, то воздух гуляет туда-сюда и проветривает. Мы снимали про две, а в итоге вот за что я люблю свою работу. Представляете, мы тут едим бутерброды, а рядом плавает черепашка. В общем, сегодня прекрасный день. Так выпьем моя рана за то, что жизнь прекрасна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова